Их не увидишь в светской хронике. Интервью с ними большая редкость. Их лица известны очень небольшому числу людей. Но фамилии Рокфеллер и Ротшильд хотя бы раз в жизни слышал каждый из нас. Символы баснословного богатства и настоящего могущества. Так что же это за люди и какую роль они играют в сегодняшнем мире? Знаменитый финансовый журнал Forbes и его рейтинг самых богатых людей планеты. Даже далекий от мира бизнеса человек найдет здесь знакомые фамилии. Билл Гейтс, Джордж Сорос, Алишер Усманов, Марк Цукерберг. Финансовое состояние лидера списка, мексиканского медиамагната Карлоса Слима, 73 миллиарда долларов. Умопомрачительная цифра. А хотите узнать, каковы капиталы Рокфеллера или Ротшильда, которых, кстати, ни в каких рейтингах нет и не было? Они владеют нефтяными приисками, рудниками, железными дорогами, амазными копьями. То есть огромное количество активов во всем мире принадлежит им. Совокупный капитал всего клана Ротшильдов оценивается как минимум в 16 триллионов. Историк Вячеслав Манягин не оговорился. 16 триллионов долларов. В 10 раз больше, чем состояние всех фигурантов первой сотни Форбс, вместе взятые. И это только у представителей одного из кланов. Все российские банки, равно как все иранские банки, равно как все французские банки и так далее, это все американские банки. И это все Ротшильды и Рокфеллеры. И о тех, о других можно говорить о том, что они имеют такие богатства, которые не имеет никто в современном мире. Но, в принципе, достижение такого рода богатств, оно возможно только когда происходит сращивание денег и большой политики. Ротшильды. Еврейские выходцы из Австро-Венгерской империи. История семьи начинается с Анхеля Мозеса Бауэра, ювелира и менялы. Над входом в его мастерскую висела такая эмблема. Это римский золотой орел на красном щите. И впоследствии, собственно, его мастерская получила название «Красный щит». Что в оригинале звучало «Ротшильд». И эту фамилию взял сын Бауэра, который вошел в историю под фамилией Ротшильда. Первый Ротшильд, его звали мэр, не пошел по пути отца ювелира. Скопив капитал, он основал во Франкфурте на Майне собственную финансовую контору. И даже сумел стать придворным банкиром принца Вильгельма, одного из богатейших людей того времени. Многие мечтают о таком взлете, но для Ротшильда номер один это было лишь началом карьеры. Когда в страну вторглись войска Наполеона, Вильгельм бежал за границу, оставив свое состояние верному банкиру. Ротшильд распорядился этими миллионами нетипично и гениально. Он стал раздавать государственные займы в небывалых до того времени размерах. Спустя 15 лет наследники Вильгельма вернулись к власти. И сыновья мэра Ротшильда отдали им все до последнего гульда. А вот прибыли от сделок оставили себе. Чуть позже австрийские монархи отблагодарили банкиров, пожаловав семье баронский титул. Это была первая крупная денежная операция в стиле «Нажива на банкротстве наций». Так политику Ротшильдов назвал один из историков. Это было влияние на королей, давали им деньги в рост и так далее. Там войны финансировали. Во время наполеоновских войн клан снабжал деньгами войска обеих враждующих сторон и выигрывал вне зависимости от исхода битвы. А еще банкиры раньше остальных поняли важность средств связи. У них была лучшая линия почтовых лошадей между Францией и Англией и собственная Голубиная почта. Классической стала история с Ватерлоу, когда Наполеон был уже разбит, но никто на бирже об этом не знал, кроме Ротшильдов. Туда приехал посланник Ротшильда и успел уже на бирже скупить все ценные бумаги, которые падали, потому что была информация, что Наполеон выиграет. И когда он это осуществил, пришла весть о том, что Наполеон проиграл. Ценные бумаги выразили на несколько порядков, и, собственно, это составило фантастический капитал Ротшильдов на английской ветви. Кроме английской было еще четыре ветви – германская, австрийская, французская и итальянская. Их символы – вот эти стрелы на фамильном гербе Ротшильдов. В 19 веке Ротшильды были самой богатой семьей на планете. Но именно в этом столетии на исторической арене появились те, кто заработал больше. Их будущие непримиримые конкуренты – рокфеллеры. Ротшильды более сильны в финансовой сфере, рокфеллеры более сильны в, естественно, реальном секторе, начиная с нефти и кончая баронкой. Откуда появились предки рокфеллеров? На этот счет нет единого мнения. По первой версии, некий турок ассимилировался в Германии и в 1723 году уехал в Америку, где и пустил свои корни. По другой версии, предки рокфеллеров проживали во Франции и были гугенотами, но также в 18 веке перебрались в Соединенные Штаты и приняли протестантизм. И, собственно, с этого момента начинается фамилия рокфеллеров. Начало несметным богатством рокфеллеров положила разработка нефтяных месторождений на Каспии и американском континенте. А вскоре их компания «Стандарт-Ойл» принадлежала 95% нефтедобычи США. Рокфеллеры стартанули в конце 19 века с нефтяных вышек. Рокфеллера-старшего его называли «бандит». Так и называли. Дед-бандит. Он был очень решительный человек. Джон Рокфеллер – первый в истории долларовый миллиардер. Человек, который даже в собственном доме устроил компактную модель рыночной экономики. Каждый из его детей получал 2 цента за убитую муху, 5 за час занятий музыкой и 10 за заточку карандаша. Так отец семейства прививал наследникам деловую хватку. У самого Джона ее было в избытке. Он сумел извлечь пользу даже из уничтожения любимого детища своей нефтяной компании. Монополия «Стандарт-Ойл» была прекращена в 1911 году по решению Верховного Суда Соединенных Штатов. Но Рокфеллером удалось разделить свою крупнейшую монопольную компанию на 34 маленькие компании. Причем в каждой из них они сохранили контрольный пакет акций. И все крупнейшие американские нефтяные компании сегодня связаны с той «Стандарт-Ойл». Нефтяной бизнес с началом индустриальной эпохи и появлением двигателя внутреннего сгорания стал приносить огромные прибыли. В 20-е годы прошлого столетия кланы сравнялись по богатству, влиянию и амбициям. В течение 20-го века две эти семьи, а точнее крупные кластеры интересов на первой линии, которых были Ротшильд и Рокфеллеры, действительно между ними шла борьба. В 20-м веке было две мировые войны и сотни вооруженных конфликтов. Золотая жила для магнатов. Обе семьи активно кредитовали правительство враждебно настроенных стран и помогали им вооружаться. «Деньги лучше всего делать, когда улицы залиты кровью» – фраза, которую приписывают Джону Рокфеллеру. Поставки военной техники, амуниции и топлива на этом специализировались компании Рокфеллера. В свою очередь через банки Ротшильдов проходили контрибуции, которые правительство проигравших стран выплачивали победителям. Разумеется, за вычетом 6% комиссионных от этих огромных сумм. Мало кто знает, что Рокфеллеры кредитовали и Советский Союз. В марте 1926 года принадлежавшие магнатам компании предоставили большевикам займ в 75 миллионов долларов. Эти деньги пошли на финансирование больших строек первых сталинских пятилеток. В обмен предприятия Рокфеллера на некоторое время получили доступ к бакинским нефтепромыслам. Факт сотрудничества тщательно скрывался. Зачем рабочим и крестьянам знать, что социалистические стройки оплачивает акула капитализма? Самому Рокфеллеру огласка повредила бы еще больше. Что может быть хуже, чем поддерживать кровавый режим Сталина? Между тем, клан Рокфеллеров тайно помогал не только коммунистам, но и фашистам. Рокфеллеры были даже обвинены в антисемитизме. Они активно поддерживали Гитлера. И у них были большие проблемы после поражения гитлеровской Германии. Репутация – главное, что сегодня ценится в мире бизнеса. После войны оба семейства активно взялись за ее восстановление. Многие слышали об их кипучей деятельности на Ниве благотворительности. Но что стоит за ней на самом деле? Наиболее известный филантропический центр – это Рокфеллеровский фонд, Рокфеллер Фоундейшн, который дает гранты на различные исследования. Но, как правильно заметил Филипп Костом, что любой фонд дает деньги только на те исследования, которые ему интересны и нужны. Медицина, образование, экология – на разработки в этих областях фонды мультимиллиардеров не скупятся. Результатов исследований нет в открытом доступе. Но это не значит, что их нельзя увидеть. Технологии так называемых цветных революций, которые мы все лицезрели на пространстве постсоветском, но уходят своими корнями в исследования и Рокфеллера. Другой момент связан с деятельностью наднациональных структур, которые финансируют и Ротшильд, и Рокфеллера. Это такие структуры, широко, наверное, известные уже современному зрителю. Это Бильдербергский клуб, это трехсторонняя комиссия, это Римский клуб. Бильдербергский клуб – неофициальная ежегодная конференция. Ее участники – чуть больше ста человек – самые влиятельные персоны в области политики и бизнеса. Заседания продолжаются три дня в обстановке строжайшей тайны. Фидель Кастро в одной из своих книг заявил, «Бильдербергский клуб – тайное правительство планеты». Пока эта гипотеза никем не опровергнута. Правда, прямых доказательств тоже нет. Вся эта теория заговора и всевозможные теории, связанные с этим, мне кажется, что это досужая вымысль. Нет никаких таких специальных органов, которые управляют миром. Я себе плохо представляю орган, который, например, управляет Китаем, кроме его правительства, естественно. Или, например, орган, который управляет Индией. Никакой информации о вопросах, обсуждаемых на заседаниях Бильдербергского клуба, во внешний мир не просачивается. Аналитики делают выводы по косвенным признакам. Все заседания Бильдербергского клуба предшествуют очень серьезным каким-то международным событиям. Более того, иногда даже речь идет о том, что после заседаний, в частности, принимаются решения по персоналиям, которые возглавляют потом крупные государства, становятся президентами и так далее. Это просто, ну, какая-то вот логика развития событий. Деньги любят тишину. Этому принципу оба дома следовали неукоснительно и старались публично не вмешиваться в большую политику. Исключение 70-е годы прошлого века, когда Нельсон Рокфеллер стал вице-президентом США. Все остальное время кланы действовали в тени. У них есть свои политики. Причем некоторые политики начинают с Рокфеллерами, заканчивают с Ротшильдами и наоборот. Например, Франклин Рузвельт начинал как человек, связанный с Ротшильдами, потом, в большей степени, он работал с Рокфеллерами. Так может быть, вся новейшая история выстроена Рокфеллерами и Ротшильдами? Очень многие экономические процессы и политические в мире пытаются представить как борьбу этих двух кланов. Но, на мой взгляд, это представление изобилует такими натяжками, что я в него даже не пытался вникать всерьез. И все-таки слишком настойчивый разговор о том, что Барак Обама – ставленник Ротшильдов. Именно их дом негласно финансировал предвыборную кампанию первого темнокожего президента США. На мой взгляд, Обама действительно поставлен во главе Соединенных Штатов Ротшильдами, которые являются, скажем так, ярыми сторонниками разгрома США. В противостоянии доллара и евро многие аналитики видят отражение борьбы европейцев Ротшильдов и американцев Рокфеллеров. Но реально ли пошатнуть благополучие такой сверхдержавы, как США? Ротшильды – это люди, которые владеют практически всем золотом в мире. Они его стали перекачивать в Китай. Туда идут просто огромное количество золота в слитках. На основании этого они хотят создать свою собственную резервную валюту – золотой юань, подорвать после этого доллар. Китайский юань действительно крепнет. Значит ли это, что одно из семейств победило? Или финансовый мир ожидает новый, совсем неожиданный поворот? В мае 2012 года Ротшильды и Рокфеллеры впервые в истории подписали соглашение и создали совместный фонд с капиталом 40 миллиардов долларов. Что заставило заклятых врагов пойти на это? Аналитики выдали версию. Две семьи сращивают капиталы, чтобы выжить во время очередного кризиса. Значит ли это, что мы на пороге новых потрясений? Или это просто еще один прием манипуляции общества? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова